В Тверском государственном университете открылись 29-е Каргинские чтения, Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых физика, химия и новой технологии, посвященная 50-летию кафедры физической химии Тверского госуниверситета. На открытии выступили в Рио-ректоры Тверского государственного университета Сергей Смирнов, декан химико-технологического факультета Марьяна Феофанова. Заведующий кафедрой физической химии Павел Пахумов показал студентам и гостям конференции презентацию о жизни и научной деятельности Валентина Каргина, создателя научной школы по физико-химии полимеров в России. Об этом рассказывает наш корреспондент. На протяжении многих лет Каргинские чтения в Тверском государственном университете остаются уникальной площадкой для научных дискуссий, обмена опытом и новыми знаниями для студентов, аспирантов и сотрудников учебных заведений. Каргинские чтения – это один из форумов молодых ученых. Таких у нас в университете достаточно большое количество. И более того, наука молодых – это перспектива университета. Вовлечение в науку студентов – это очень важно, а сейчас это, к тому же, важно вдвойне. И я рад, что Тверской государственный университет может предоставить и условия подходящие, соответствующие. В рамках каргинских чтений студенты химико-технологического факультета рассказали об исследовательской деятельности и достижениях. Молодое поколение ученых и их преподаватели отмечают, что в образовательном процессе особую роль играет научная библиотека Тверского государственного университета. На сегодняшний день она обладает множеством преимуществ, в том числе техническими возможностями, собственными IT-системами, проекционным оборудованием, доступностью и максимальным приближением к пользователям. Занимаюсь научно-исследовательской работой уже со второго курса. За это время я поучаствовал в многих конференциях, буквально на прошлой неделе участвовал в международной конференции в Беларуси. Благодаря нашей библиотеке можно почерпнуть достаточно богатую информационную базу. Теперь научная библиотека – это информационный центр, который расположился в нескольких локациях. В их числе образовательная среда, размещенная на базе третьего корпуса вуза, где могут заниматься студенты естественно-научных факультетов. Эта среда делится на несколько зон. Самая большая и самая интересная зона – это лекционная зона. Здесь у нас проходят мероприятия и различные занятия. Для индивидуальной самостоятельной работы у нас имеется зона, где читатель может индивидуально, когда ему никто не мешает, он может поработать с книгой и может поработать на компьютере. В рамках каргинских чтений также была развернута выставка, где можно было познакомиться с научными трудами, редкими публикациями ученых университета по физико-химии полимеров. По результатам будет выпущен сборник материалов с присвоением международного стандартного книжного номера и размещением в базе данных РИНС.